Это телеканал Ноябрьск 24. Здравствуйте! Сейчас о главных событиях пятницы. Быть ли этнокомплексу? Сегодня решала и судьба этнографического центра в Ноябрьске. Мусорная реформа. Уже три месяца прошло с момента ее введения, но вопросов у людей меньше не становится. И детским садам быть. Сколько? Когда? А главное, где? Построят новые дошкольные учреждения. Этнокомплекс Арктический в скором времени может переехать в район центра духовно-нравственного воспитания. По крайней мере, именно этот вариант сегодня на обсуждении. О том, что переезд неизбежен, стало понятно, когда на шумных животных пожаловались горожане. Началась прокурорская проверка, которая и показала, что комплекс уже шесть лет работает незаконно. А сам участок на этой улице вообще предназначен только для капитального строительства. Городская власть предлагает новое место, район центра духовно-нравственного воспитания. И соседство такое здесь поддерживает. А вот что думают об этом горожане, покажет голосование. Ко всему разрабатывают и новую концепцию развития комплекса. Правда, о конкретных сроках пока говорить рано. Земля, где планируют разместить этнокомплекс, под рекреацию не приспособлена. Решить проблему можно, если участок выделят под муниципальные нужды. Для пользования этим участком необходимо первоначально поставить на кадастр и подготовить проект освоения лесов. В дальнейшем выходит приказ, процедура ясна. Она прозрачна, никаких сложностей тут не возникает. Вам поручение отработать совместно, значит, с лесничеством, да, пожалуйста, да, алгоритм передачи оформления земельного участка, хорошо? Сколько понадобится для этого времени, чтобы мы четко могли понимать, выйди к людям, в первую очередь предпринимателю, у которого там люди работают, да, когда мы это сможем сделать, когда мы начнем это реализовать. Не был земельный участок сформирован, потом были общественные слушания, граждане поддержали, мы писали письмо в Думу, как-то это все застянулось, власть поменялась. Но, по крайней мере, скажем так, такое решение сейчас устраивает, мне кажется, всех. Качество уборки снега в Ноябрьске будет контролировать замглавы города. Юрий Петров взял под личный контроль работу дорожников. Каждый день замглавы объезжает улицы города. Такие проверки он проводит дважды. Сначала днем, когда на работу выходит первая смена Севердорстроя, и вечером после пересменки работников. Петров уверен, что такие меры помогут навести порядок на городских улицах в кратчайшие сроки, а также оперативно устранить замечания по результатам выполненных работ. Посмотрим, насколько действенна будет эта мера. Что касается дворов, то здесь, напомню, уже подано 16 заявлений на управляющие компании за некачественную работу. Мусор на реформе третий месяц, но вопросов у людей меньше не становится. В бизнес-инкубаторе прошла очередная встреча с руководством регионального оператора по обращению с отходами. Один из озвученных вопросов. Почему, если в квартире никто не проживает, начисление на ТКО все равно производится? Как объяснили собравшимся, по действующему законодательству в таких ситуациях плата начисляется на собственника помещения. И перерасчета в случае его временного отсутствия на данный момент не предусмотрено. Руководство ЕРИЦ вышло на департамент тарифной политики, чтобы те, в свою очередь, адресовали в Минстрой обращение с просьбой разъяснить этот момент. Возможно, у нас появятся новые вопросы. Обращение на этой неделе шло, но обычно в течение 30 дней ответ приходит. Если все-таки придет разъяснение, что да, необходимо перерасчет делать по этим квартирам, естественно, будет уже это с января пересчитываться. Если придется норма, что мы трактуем правильно, естественно, это уже другая процедура. Но законодательство пока мы изменить не сможем, это только уже на законодательном уровне. Что еще обсудили на встрече и с какими инициативами в Ноябрьске планируют выйти к ямальским законодателям? Мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Тем временем по поручению Генеральной прокуратуры РФ в регионе пройдут проверки исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Информация опубликована на сайте окруженного надзорного ведомства. Особое внимание будет обращено на законность и обоснованность взимания платы за вывоз ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и региональным оператором. В окружной прокуратуре даже открыли горячую линию для ямальцев. Телефон Салихарди 39958, код города 34922. В Ноябрьске появится еще два новых детских сада. Один из них построят в районе Болоне, другой на месте бывшего детского сада Теремок, который располагался на улице Республики. Их возведение начнется уже в ближайшее время. Закончить строительство планируют в декабре 2020 года. Известно, что дошкольные учреждения будут называться «Морозка» и «Дюймовочка». Вместимость каждого детского сада – 240 мест. Это трех- и четырехэтажные здания. Дошкольные учреждения будут возводиться на основе муниципально-частного партнерства. Оно было подписано сегодня. Если 70% финансирует город, 30% – партнеры. В течение семи лет мы должны построить в течение двух лет, эксплуатировать еще пять лет. И окончательный расчет получаем до 2025 года. Это же в первую очередь позволит решить возможность ликвидации очереди. Вы знаете, у нас от трех до семи лет очереди нет. Но вот именно до более раннего возраста дети. У нас есть хороший опыт открывания групп с двух месяцев. Если родители захотят, то это мы будем делать, в том числе в новых детских садах. Пострадавший в ДТП житель микрорайона Вангапуровского находится в реанимации. По словам его супруги, врачи оценивают состояние 43-летнего мужчины как стабильно тяжелое. В социальных сетях начался сбор денег в семье пострадавшего. Правда, журналистам телеканала «Ноябрь 24» его супруга сказала, что в материальной поддержке на данный момент они не нуждаются. Призыв о помощи опубликовали их неравнодушные знакомые. Авария случилась 19 марта около 10 утра. Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ из микрорайона Вангапуровского в сторону Ноябрьска для того, чтобы пройти профосмотр. Водитель на 47-м километре не справился с управлением. Машина съехала с обочины и опрокинулась. Откликнутся очевидцев этой аварии, просят полицейские. Те, кто проезжал мимо и знает что-либо о случившемся, могут позвонить по телефону 32 58 72, 31 80 10 или 02. О других чрезвычайных ситуациях мы расскажем в рубрике «Происшествия» после выпуска новостей. Сегодня ноябрьских школьников познакомили с работой вне ведомственной охраны. Дни открытых дверей прошли в преддверии профессионального праздника. 27 марта в нашей стране отметят день войск национальной гвардии. Что больше всего удивило подростков, расскажет Ольга Тишинина. Здесь амуницию стражи порядка можно не только потрогать, но и примерить на себя. Четвероклассников знакомят с работой сотрудников неведомственной охраны. От желающих протестировать рацию, облачиться в бронежилет или подержать в руках настоящее оружие нет отбоя. Походу специалисты объясняют ребятам азы. Автомат Калашникова у нас состоит из ствола со ствольной коробкой, крышкой ствольной коробки, прицельным приспособлением оно находится здесь, откидывающимся прикладом, пистолетной рукояткой. И внутри мы видим у нас находится ударно-спусковой механизм. А здесь школьники штурмом берут патрульную машину, чтобы проверить вместимость УАЗика, а в салон набилось десяток детей. Сотрудники, впрочем, дают им полный карт-бланш. Возможно, подрастает новая смена. Я смотрю, все примерил, да, что больше всего понравилось? Жилет и каска. Тяжелый жилет? Да, очень. Но бегать днем можно. Ну, ты бы хотел вот тоже охранять общественный порядок в будущем? Ну да, бы хотел. Потому что нужно следить за неправильным народом. Мне понравился автомат. Я по носилу, как будто стрелял бандитом, можно сказать так. Ты бы хотел стать полицейским? Да. Ну, я подумал, что там просто много, трудиться, пойти в армию, один годик походить. Ну, сколько как-то. И вот, все, думаю. Но это же опасно. А я не боюсь. Что самое главное для сотрудников охраны? Какой человек может стать сотрудником? Тот, который имеет силы воли и может сдержаться, а не быть размазнен. Такие дни открытых дверей проходят в отделе вне ведомственной охраны несколько раз в год. Специалисты говорят, зачастую ребята не представляют, из чего состоит их работа. Эта экскурсия пробел заполняет. Интересна даже девочка. Мне больше всего понравился автомат Калашникова. Он очень хорошо раздражается, мне очень сильно понравилось. Мне очень сильно понравилось машине, потому что можно в них посидеть, потрогать, все. Это очень хорошо, не то, что там по телевизору. С 2016 года вне ведомственная охрана вошла в состав Росгвардии. Сейчас в ее рядах в Ноябрьске больше сотни сотрудников. Они не только охраняют квартиры и различные объекты, но и работают в общественных местах, приезжают, если сработала тревожная кнопка. Бывают и забавные случаи, когда преступники прячутся под диван или в снегу. При выезде по сигналу тревога ты не знаешь, что тебя ждет. Ты едешь в полной боевой готовности, экипированный, но готовый к отражению в том числе вооруженных преступников. Нет у нас ни одного дня, чтобы вызовов не было. Они есть каждодневно. Просто тяжести этих правонарушений разные. В последнее время мы выезжаем на какие-то реальные вещи. Это либо правонарушения, либо преступления. Но в целом в городе спокойно, говорят сотрудники. И это результат общей работы всех структур. Кстати, в ноябрьский день войск нацгвардии будут отмечать еще и специалисты лицензионно-разрешительной службы. Ольга Тишинина, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. С 1 апреля стартует заявочная кампания на трудоустройство несовершеннолетних в летний период. Сначала документы принимают от льготных категорий, а с 15 апреля от всех желающих. На трудоустройство могут рассчитывать несовершеннолетние от 14 до 18 лет. В этом году обеспечить рабочими местами планируют 530 подростков. Работать они будут в трудовых отрядах. Их 15. Еще один 16-й отряд. Это вожатый плюс. Подростки, которые в него попадут, будут выходить в микрорайоны города и проводить развлекательные мероприятия с детьми. Возможно, дополнительные рабочие места для несовершеннолетних организуют и на некоторых городских предприятиях. Сейчас в управлении по делам семьи и молодежи ждут заявки от юридических лиц. В прошлом году, к примеру, подростки работали в сельскохозяйственном комплексе «Ноябрьский». За свою работу несовершеннолетние будут получать 13 тысяч рублей. Прием заявок будет проходить посредством АИС «Трудоустройство». На официальном сайте управления по делам семьи и молодежи вкладка «Трудоустройство». Родители туда заходят, знакомятся с учреждениями, где будут организованы рабочие места. Выбирают по месту жительства, как удобно будет. И регистрируются, подают документы, сведения. Свидетельство о рождении, паспорт ребенка, паспорт заявителя, справка со школы, справка о несудимости. Это если ребенок будет работать в учреждении, где работают с детьми и молодежью. Жителям «Ноябрьска» предлагают побыть в роли общественных наблюдателей на ГИА и ЕГЭ. Стать ими могут совершеннолетние, получившие аккредитацию в окружном департаменте образования. Заявочная кампания уже началась. Подать документы в «Ноябрьске» можно в будние дни по адресу 8 марта, дом 6, кабинет 210. Каждому претенденту на роль общественного наблюдателя нужно указать, есть ли близкие родственники, которые в этом году проходят итоговую аттестацию. После аккредитации им предстоит пройти специальное обучение. Работа общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. В этом году основной этап сдачи ГИА и ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. В «Ноябрьске» назвали имя победителя конкурса «Ученик года-2019». Претендентов на этот титул было 12. Это десятиклассники из всех школ города. Каждый из вас и те ребята, которые вместе с вами проходили эти дни конкурса действительно будущее России. И мне очень хочется, у вас не за горами выпуск из школы, все вы поступите в высшее учебное заведение, но мне очень хочется, чтобы вы по окончании вузов вернулись в город «Ноябрьск», вернулись на Ямал и такие же умные, красивые, энергичные, командные продолжили работать в нашем замечательном городе. Позади три конкурсных дня и столько же этапов школьники представляли свои визитки, участвовали в интеллектуальной викторине и совместно с группой других учеников решали проблемные ситуации. Лучше всех со всеми заданиями справился ученик 12-й школы Иван Сабинин. Ленту победителя ему вручил ученик года 2018 Никита Кочурин. «Молодец! Молодец! Молодец! Молодец!» Особенно я хотел бы поблагодарить руководителей дополнительного образования Орлова Ольга Людвиговна и поночевная Светлана Викторовна. Без них визитная карточка моя бы не состоялась. Поэтому моя победа – это победа всей школы. Жительница Ноябрьска выступит на конкурсе «Мисс Россия-2019». Об этом Дарья Верхотурцева сообщила на своей стороне в социальной сети. Девушке 21 год, она работает в кафе, увлекается зимними видами спорта, в юности занималась биатлоном. На финал, который пройдет 13 апреля в Подмосковье, она прихватила с собой ненецких кукол и варенье из морожки. Всего в этом году на конкурс было подано более 75 тысяч заявок. Эксперты отобрали только 50. «Мисс Россия» – это один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры. В 2016 году его финалисткой стала уроженка Ноябрьска, студентка Московского государственного института международных отношений, Валерия Шаховцева. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь.